4.30 утра, понимаете? Меня разбудила мама. Маша, у вас там что? Я говорю, у нас ничего. Выхожу я на балкон, стоит тут Вика и говорит, шахеды летят. Я тревогу слышала, но я ничего не слышала, кроме этого. Я услышала звонок мамы, и теперь я заснуть не могу обратно. Но говорят, что шахедов много. Зачем она мне позвонила? Так бы я спала до первого паха. И было бы хорошо. Нет. Теперь я даже не рассвет встречаю, а на месяц смотрю. Доброе утро. У нас есть свет, вы представляете? Поэтому я хочу сейчас запустить машинку. Но перед тем, как запускать, я вчера читала, тут нужно как-то по-особенному это делать. Перед первым использованием. Переконайте с неявностью электроживления. Оно у нас есть. Налейте 2 литра воды у отделения для мыющего засоба. То есть мне нужно 2 литра воды налить туда, где надо заливать стиральный порошок или средства для стирки. Это активную систему злыбу. Налейте потом невеликую кольки с мыющего засобу. Також у отделения 2. 1, 2. Понятно. А что мы в 1 вообще наливаем? В отделении 1 что мы наливаем? У меня как-то такой вопрос интересный. Но в 3 я знаю, что мы наливаем. Мы наливаем туда кондиционер. Вот это вот, короче, прикол, конечно. Сейчас пока я дочитаю, у меня свет вырубится. Ну, где тут эта инструкция? В общем, ребята, понимаете, тут все посерьезно. Примыкач, промыкач. Вот почему нет инструкции по... Тут просто первое выкруссание надо всегда сделать правильно. Мне даже мастера сказали. А потом можно уже думать, что хочешь. Но первый раз нужно сделать так, как нужно. Ага, вот. Первое. Отмирите необходимую кольки с мыющего засоба и кондиционера для тканины. Ага, первое это для кондиционера. Мыющий засоб и кондиционер. Обережно закрытый дозатор. 1, 2. Бредятина какая-то. Тут и то, и то для мыющего засоба. Сейчас я наразумею. Ладно. Короче, заливаем воду, включаем машинку, засыпаем стиральный порошок и делаем первую стирку. Вроде бы пошла работать. Я ее первый раз на святую вижу. Здесь такие, это рифленое кольцо. Так красивенько. Ну, ты крутиться будешь или нет? Очень странно. Все сделал. Так, вода наливается. Это уже хорошо. Там нигде ничего не течет, это уже хорошо. Барабан начал крутиться, это уже хорошо. Замечательно. Так, ну, вроде бы я справилась с первым заданием. Теперь оно должно так простираться. Его почему-то показывает, что аж 3 часа оно так будет стираться. Я, наверное, не буду так долго это делать, потому что у меня не хватит времени для выключения света. Ну, постирает хотя бы часок. Надо просто, чтобы барабан очистился от заводских всяких приколов. Сказали, так надо. В инструкции написано, так надо. Значит, так надо. По крайней мере, она работает пока очень тихо. Но она работает без белья. Хотя я предыдущую свою машинку, когда чистила специальными капсулами, тоже включала без белья. Я ее слышала очень хорошо. Эту я практически не слышала. Ну, проверим, что будет дальше. Короче, в любом случае, я уже ее запустила. Поздравьте меня. Я сейчас буду делать блинчики. Блинчики я приготовила. Я уже постирала целых две стирки. Стирает третья. Представляете, как классно? Да, вот это вот взяла свои колоды и думаю, с какой начать? Хочу попробовать две. Посмотреть все-таки, как и что работает. Давайте начнем все-таки с богинь. Они говорят, такие, знаете, легкие. Легкие ответы. Почему я и хотела именно эту колоду? Так. Что меня ждет на день грядущий? Расскажите мне, богиня, пожалуйста, что меня ждет на день грядущий? Так, ну что, давайте просто достаем одну карту и сейчас узнаем. Одна. Вы проводник божественной целительной силы. Вообще ничего не понятно. Ну да ладно. Я проводник какой-то божественной целительной силы. Окей, проверим ангелов. Иногда такие ответы непонятные. Вот проводник божественной силы. Я даю кому-то силу, наверное. Но это приятно, конечно, что я даю силу. Кто бы мне ее дал. Ангелы, доброе утро. Расскажите мне, пожалуйста, что меня ждет на день грядущий? Я не прошу у вас с помощью, я прошу у вас просто ответы. Это истиннего и честного. Так, ну что, смотрим, что мне скажут ангелы. Купидон, да что ж такое, у меня везде какая-то любовь. Ну, мы посылаем ваш разум и сердце мощные волны любви, принуждающие вас любовь к самой жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить наметившиеся романтические отношения. Какие, блин, отношения! Мне уже третий день подряд говорят про какую-то, блин, любовь. Позвольте себе сполна насладиться этим замечательным чувством во всех его чудесных проявлениях. Так, ну это кошмар какой-то, ну все. Вообще, надо неделю сделать перерыв. А то мне уже третий день подряд говорят о какой-то любви, сумасшедшей причем. И я должна открыть для нее сердце. Ни для кого я сердце открывать не хочу. Я вам единственное сердце могу открыть для Киры, для Вики, Шанти Дубитера, снега, который уже где-то гуляет на улице. Он сегодня всю ночь гулял на улице, потом пришел домой покушал, потом снова ушел, снова пришел домой покушал. Я ему не дала мокрый корм, он развернулся, обиделся и снова ушел. А там уже вроде Викуля проснулась. Вроде все проснулись. Вы не голые? Вы не голые, хорошо. Доброе утро. Ты, я тебя слышала, Кира, не придуривайся. Доброе утро. Тут вообще кошмар какой-то. Кира, у меня машинка работает. Правда, я немножко с утра затупила ванну, но это не страшно. Да, я, короче, взяла... Отзнала то, что наш шахер тут летал. Да и что мне сделать? Прикинь, мама моя, вообще просто уникальный человек. В 4, сколько, 20, по-моему? В 4, 40 где-то. Вот, она, короче, звонит. И я, телефон у меня беззвучный, но я этот вибратор услышала. Беру трубку, алло. Она, Маша, у вас все нормально? Я говорю, да. Кладу трубку. Не понимаю вообще, что происходит. Смотрю, а Вика стоит на балконе. Ты снимала? Нет, я не могла снять. У меня тупо камера не передает этот раз. В общем, Вика... Я вообще думала, что мы сейчас сдохнем, потому что она так жужела. Я вот тут... Ну, давай, я вот тут все время. Я вот так вот только ложиться спать хочу. Я слышу звук, я через Киру перепрыгиваю и иду смотреть. Блин. Так самое главное, она стоит на балконе. Я иду туда. Вика идет в кровать. Я начинаю смотреть. Ничего нету. Ложишь спать. И мне, чтобы ты понимала, пока я вот это лежала, мне везде мерещился этот долбанный шахет. Я везде его слышала. А Вика, самое главное, вырубилась в секунду. Она как-то так лежала-лежала сначала с телефоном, потом я поворачиваюсь в комнату, а она тык, и уже выключила ее. И все, и потом я уже в шесть встала, меня начало это бесить, что мне мерещатся эти шахеты. Я встала, посмотрела на рассвет, ну и пошла уже собираться с собаками гулять. Как раз свет включили в семь часов, и я... И вы не выключали почти? Ну, куда его выключили, наверное, в шесть? Да, 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 где-то так. Ну, тогда, когда он нам не нужен, он был включен. Целую ночь он был? А нафиг он не целую ночь? Ребяночки, давайте проверим. Дом бы сожрал. Наушник твой? Наушник, верю. Один? Да. Я его нашла на кухне. Один сожрал. На кухне? Да. Сожрал все-таки? Нет, сейчас. Я еще думаю, что он на кухне валяется? Вот этот вот. Но нет, целый. Он, наверное, его принес мне, чтобы я его положила на место. Реально, я не царапиваю. Зачем ты его на кухню принес? Я вам приготовила блинчики. Спасибо большое. Пожалуйста, подожди. Давай, Кира, собираться мне в школу надо. Ты мне пришла сходить в школу. А что тебе в школу? Книжки пойти. Я много чего обещала. Нет, Китюня, давай, давай, идите завтракайте. А что это ты сегодня решила, Виктория, этот, забыла? Забыла название. Диор. Потому что. Потому что на эти капец слетаются осы. На эти не так. Представляете? Вот на эти духи руки разлетаются осы. Я решила проверить. Реально, где на эти слетаются? Я попшикала вчера, этими вообще осы к мне не приставали. Да? Короче, осам нравится дольче габбана. Девочки, заберете, пожалуйста, мусор? Хорошо. А Вика в школу опоздала. Я в школу иду. Ну понятно, что ты не идешь в школу. А я предлагаю тебе зайти, и все-таки, мне кажется, там еще будут давать книги. Я тоже так считаю. Я же сюда приходила и я брала у вахтерши, да? Ключ и брала, забирала. Мне просто сказали, типа, запиши, какие ты книжки взяла. Ну все, я тоже думала, что так можно. Ну, раньше так делала. Ну сейчас тебе книжки же не надо. Да. У тебя, кстати, планшет рабочий? Да. Хорошо. Чтобы можно было туда качать. Короче, они уходят, куда не знаю, выносить мусор, это точно. А я начинаю здесь уборку, потому что все уже поставила, все валиком перечистила. Осталось попылесосить и помыть пол. Доби, да? Да. Слышите? Это кадеты где-то идут с барабанами. У нас кадетское училище рядышком, и они, видимо, сегодня тренируются. Короче, тренировка у них. Так, а здесь у меня все сохнет. Это уже высохло, это можно под ванну положить. Это я кладу под ванну для того, чтобы если вдруг что, то оно впитало хотя бы чуть-чуть воды. Здесь я уже все помыла, пол чистюсенький, красивенький здесь тоже. Я справилась со всем, потому что за эти несколько дней, пока не было этого, стиральной машинки, а потом пока ее заносили, уносили, не было света, пылесос разряжен, короче, тут был настоящий дурдом. Настоящий дурдом. Как я люблю говорить, и как вы не любите это слышать, хламидиоз. А как же я все-таки сегодня с утра затопила, я же вам так и не рассказала. Получилось так, что я включила на вот эту вот первую стирку, засыпала в стиральный порошок, максимальная температура, и пена пошла у меня через верх. Я такая захожу в ванну, а у меня там уже пенная дискотека, короче, я еще и ванну вымывала. Ну хорошо, хоть не вода, пена. Пену быстро я убрала, она не успела нигде просочиться, но это было. Я нашла один минус в этой стиральной машине. У меня в прошлой машине была быстрая стирка, 14 минут, но за эти 14 минут я могла сделать температуру максимальную. И могла там быстро постирать белые вещи на быстрой стирке, но с максимальной температурой. В этой машинке быстрая стирка 14 минут только на 30 градусов, даже не 40, 30 градусов. Это очень печально. Но я уже нашла выход, я тут уже в программах поклацала, все полазила, и нашла себе то, что мне подходит больше всего. Но получается так, что теперь у меня стирка не 14 минут, а 52 минуты. То есть, грубо говоря, час. 14 минут это что-то такое максимально быстрое постирать, а уже именно светлые вещи, то приходится 52 минуты. Ну, грубо говоря, час. Так, все, можете поздравить, моя сушка опять стоит здесь. Сейчас я уже буду ставить вниз, хочу документы все спрятать. И все, и можно отдыхать, вернее, не отдыхать, а вообще что-то придумать, возможно, на вечер покушать. Не знаю, я такая замаханная, уже 2 часа дня я только закончила здесь вот это вот все. Но зато Добби что? Зато у нас очень вкусно пахнет. И уже пришла смска, что вот-вот должны выключить свет. Но пока еще есть. Но должны уже сейчас минуты на минуту его сказать. Он скажет нам пока. Аж до 8 вечера. Ну, короче. Весело живем, весело живем. Никого к себе не зовем. Мне только что написали комментарий, что самое большое количество нитрата скапливается в кожуре. И вот человеку стало тоже интересно по поводу арбуза, который выращен на огороде домашний. Сейчас мы проверим непосредственно не кожуру, а именно сам арбуз. Где мой дозиметр? Так, я еще, кстати, не завтракала. Я только начала и не закончила. Сейчас проверим. Так, фрукты. Ну, по идее, оно проходит везде, через кожуру. Но в любом случае давайте проверим. Проверим. Измерение. 300. 300. Все равно есть. А должно быть 0,31. А тут 300. Высокий уровень. Но видите как. Но мне говорили уже не один раз, мне говорили, что и арбузы, и дыни проверяли и домашние, и покупные. И везде они есть. Как это работает, опять же таки, я не знаю. Я думаю, что все-таки уже в семенах есть что-то. И уже арбуз сам непосредственно растет. Потому что он не обрабатывается, ничего не делается. Просто рос себе на огороде. Но теперь я его буду есть. Теперь я буду завтракать арбузом. Теперь я буду завтракать блинчиками, которые мне оставили. И какао с гущенкой. Всем приятного аппетита, кто будет кушать вместе со мной. Мира, добра. Темочки, лавушки, не болейте. Ну и прекрасного вам денежка. Вот это у меня будет завтрак. Не фига себе. Пока я ела, пока я ела. Добро пожаловать, Света нет. Зато, зато кто-то на мой пищу. Заходи. Боже, заходи, дорогой. Снег, давай я тебя сразу вытру. Да, я снега вытираю вот этими салфетками. Не надо мне говорить, что его этими салфетками вытирать нельзя. Можно. Там, где он шляется, его нужно вытирать. Именно этими салфетками. Залазь. Залазь. Молодец. Нет, нет, нет. Я сначала тебя вытру. Стоять. Ну, снег. Ну, потому что посмотри. Нет. Все-таки я его догнала. Все-таки я его накормила. Все-таки я его помыла. Я вспомнила, что у меня у собак нету корма. Я закормила. Все равно нечего делать дома. Понимаете? Связи нету, ничего нету. Я надеюсь, что в магазинах хоть связь есть. И можно рассчитаться карточкой. Хочу зайти в Юск. Посмотреть коврик в ванну черного цвета. У меня там теперь все черно-белое. Мне нужен черный коврик. Так, постельная очень красивая. Посмотрите, какое классное. 1250 стоит. Но это на Кирину кровать. У Киры постельных 8 штук. Что еще новенького появилось здесь? Гирлянда красивая. Но это мне все не надо. У меня уже пауэрбанков нету, чтобы гирлянды все включать. Вот это еще вазочка тоже очень красивая. 425 гривен. И вот это красивое 500 гривен. Короче, все красивое, все стильное. Коврики 750 гривен. Но это, по-моему, большой. Микрофибра серый. Сейчас проверим, что это у нас за размер. Блин, он большой, по-моему, у меня для ванны. Так, ищем другой. Короче, ковриков тут много, но все они большие. Есть черного цвета, но они большие. 50 на 80, а мне надо где-то вот 40 на 60 было бы идеально. Поэтому, к сожалению, здесь я ковриков не найду. Здесь такие тапки классные продаются. Но мне вообще вот эти нравятся. Я уже на них какой раз смотрю. Но, блин, мне жалко. 600 гривен на тапочки для дома. Очень жаль, но тут нету того, что мне надо. Вот только посмотрите, какой я нашла шикарный пуфик. Я бы такой в коридор поставила, если бы у меня собак не было. Реально. Вот был бы такой черный. Юск, услышь меня и сделай такой же черный. Я обязательно куплю. Вообще бомба, пушка, нереалка. Мой размер. То есть размер такой же, как у меня сейчас стоит. Такой у меня стоит сейчас. Вот такой вот. И только серого цвета. Но этот цвет вообще мне никак не нравится. А это просто бомба. Блин, ну белый. Куда мне белый? Мне белый запрещено. А вот такое бы кресло я на балкон бы поставила. О май гад, это был вообще класс, да? Ну, кстати, не совсем оно удобное. Эстетичное, стильное, но не совсем удобное. Мое кресло, то, что сейчас на балконе, намного удобнее. Смотрите, какая прелесть. Блин, так хочу поближе подойти, чтобы показать ее. Она такая красивая. У нее такой хвост необычный у этой бабочки. Смотрите. Красота. Я пришла домой, как всегда включаю долбанный свет. Я вкусняшку вам купила. На самом деле я купила. Сейчас покажу, что. Так. Я купила вот таких вот три. И, надеюсь, мне хватит бокса сложить сейчас вещи, которые у меня под диваном. Потому что у меня снег. У меня такие вакуумизированные пакеты. И снег их все прорвал. И, короче, мне такое категорически нельзя. Так. Трусику еще одну упаковку таблеток. Я думаю, что мне надо еще половину этой подавать. Корм собакам. Чистилка у меня сломалась. Я уже выкинула. Вот эта вот телескопическая. Ну, чтобы пыль вытирать. И вот мне надо там паутину поубирать. Я туда не достаю. А этой штукой реально достаю. И вкусняшки для собак. Сейчас дам вам. Это у нас ласущий для собак. Катшины, ялыны, мьясу. Вы представляете? Сейчас я им дам раз. Сейчас я им дам два. И три. Нет, надо, чтобы всем, наверное, одинаковое было. Ну, короче, придется как-то так давать. Наверное. Вот. Так. Даю пока по чуть-чуть. Шанти! Тера, фу! На. Так. Добюша. На. Шанти! Где моя Шантюська? Она никогда меня уже не слышит. Шанти! Шанти! На. Держи. Вот так. Молодец. А таблетки мне еще нужны, потому что у Теры до сих пор еще идут в уделение. И вот таким вот образом я их замечаю у себя на полу, на кровати. Короче, течка это трынец. И вечно ходишь, моешь, моешь. Вот когда их не будет, тогда уже можно спокойно переставать давать таблетки. А у меня осталось только на завтра, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, еще на завтра, но мне кажется, маловато, надо еще подавать. Так, я пошла разбирать вещи. Баки думают, что у меня еще что-то есть, что я им еще что-то дам. Но нет. Так. Посмотрим. Тера, отойди. У меня есть один вот такой вот пакет, и у меня еще есть один второй пакет. Ну, наверное, из этого пакета все поместится только в два. Сейчас будем смотреть вообще, что у меня здесь есть. Потому что все, все снегом разорвано. Так, у меня здесь... Сейчас посмотрите. Куртка одна. И куртка вторая. Блин, наверное, все-таки куртки я оставлю тут. Эти длинные куртки. Пусть они, наверное, здесь будут. Спросу, знаете, что еще есть? Какой интересный фактор. Так, куртки, наверное, две оставлю тут. А вот у меня еще один есть. Там любят спать шанти в последнее время. Он уже у меня даже скотчем перемотан. Наверное, даже перемотан скотчем. Так, а здесь у меня зимние вещи. О, господи. А вот эти вот, Кайрочка, уйди со своей попенью. Давай, все, вкусняшки получили. Много нельзя. У меня нету больше. Ты что, думаешь, у меня здесь еще есть? Нету. Нету. Небольшие, абсолютно небольшие, совсем малюсенькие. Но я надеюсь, сюда поместится вот из этого пакета все. А еще почему я убираю? Во-первых, он весь в дырках. Во-вторых, туда вечно залазит шанти. И ночью она делает по этому пакету... Шик-шик-шик-шик. Теперь она будет спать хотя бы на чем-то мягеньком, а не на пакете. Уйдите, пожалуйста, собаки. Шанти, проходи. Иди. Иди, иди. Проходи, 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 проходи. Все. Так, сейчас будем проверять, насколько у меня все поместится сюда. Тут у меня такие зимние флисовые кофты. Вот эти вот все зимние флисовые кофты надо сложить. Костюмы а-ля, которые мне анонимчик дарил. И хочу все сюда поскладывать. И было, чтобы было аккуратненько. А, тут еще пижама Кира, она тоже флисовая. Боже мой, я сейчас на это все смотрю и понимаю, мама-мия, что зима. Вот-вот она уже. И шортики. Этот костюм, который ей, по-моему, Серега дарил на день рождения. У меня тут таких... Ох, много. Еще штаны тоже флисовые, синие. Еще что-то есть, конечно. Еще одни штаны серые. Понимаете, да? О, целый костюм уже нашла. И еще штаны розовые. Боже, я их уже так заносила. Это капец. И еще сюда что-то поместится. И пам-па-ра-рам. И вот этот вот огромный-огромный комбинезон розового цвета. Я надеюсь, он поместится. И у меня получится закрыть. Собакам, когда даешь вкусняшки, они потом сходят с ума. Так, проверяем. О! Тут еще я не знаю, кто поместится. Папа Карла точно. Идеально. Просто идеально. Я сильно напихивать не буду, чтобы сюда могла, если захочет, лечь шанти. Так. Что случилось? Как тебя сложить? Как тебя сложить? Комбинезон. Вот так вот. Вот так вот. Наверное, вот так. Идеально просто. Идеально. А там дальше у меня остались уже штаны теплые. Посмотрите, да? Прелесть? Прелесть. Прячем. Доби, отойди. Доби, отойди. Отлично. И... Боже, я даже так много купила, так что... Ну, простите, пожалуйста. Тера уж очень хочет быть в кадре. Ручка. Ну, моя хорошая. Вот они так любят наблюдать, когда я что-то делаю. Без них же невозможно ничего сделать. Все надо делать только с ними. Так. Штаны теплые. One. Это уже такие просто зимние теплые штаны. Штаны теплые. Two. Мне кажется, сюда еще куча всего поместится. Штаны теплые. Three. Да, ты, Русь? Свитер. Четыре. Еще один комбинезон тоже. Пять. Есть! Этот получился вообще пустой. Понимаете? Вообще пустой. Какая прелесть. И теперь оно там все красивенько так. Под низом. Что, Шантюся, залазь сюда. Давай я тебе по-другому сделаю. Вот этот вот. Этот туда. А вот сюда ты можешь залазить, смотри. А тебе там будет удобно. Я вот это думаю, поместятся ли у меня курточки. Может попробовать рискнуть. Еще и курточку сюда запихнуть. Две. Две, наверное, вряд ли. Если постараться, может быть и поместится. Сейчас попробую. Попытка, не пытка. Так, где ж ты? Где тебя расстегивают? Обалдеть. А, вот. Сейчас проверим. Раз. Вы знаете, сюда поместится четко две куточки и два. Вот так вот. И застегиваем. Я, кто скажет, перфекто, просто перфекто. Блин, смотрю на куртки и все. И меня аж настроение портится. Сейчас смотрю некоторых блогеров. Они там уже покупают себе одежду на зиму. Готовятся к зиме. Я даже думать не хочу о зиме. Не то, что одежду покупать. Даже не хочу о ней думать. Все. Посмотрите, и курточки. Все. А ну-ка, давай-ка. Скорей выходи. Эй, Дед Мороз. Эй, Дед Мороз. Эй, Дед Мороз. Погоди. Вот так. Раз. Два. Теперь у меня вот эти штуки хорошо будут заходить. Потому что из-за пакета они плохо заходили под кровать. А теперь я могу все раз и максимально далеко спрятать. И они теперь не будут у меня под ногами. А то всегда подходишь к кровати. Вот так вот. Вот так вот. И цепляется. Все. Идеально. А теперь вот так вот собираем всю паутину, которая там с жучками-паучками у меня образовалась. Здесь очень классная палка. Реально можно все хорошо почистить. От легкой пыли. Не от жесткой, а именно от легкой. А вот здесь вот паук просто, я не знаю, собрал максимально. А, он там живой. Все, прости, я тебя трогать не буду. Живого паука не трогаем. Переходим на эту сторону. И здесь точно так же. Собираем всю гадость, которая образовалась. Вот так. Тык-тык по стене. Ой. И вот тут, видите. У меня пауки очень любят жить. Поэтому иногда нужно делать чистку. Чтобы они делали потом новые паутины. Ну, тоже надо работать. Не просто так. Живешь в квартире, живи, пожалуйста. По законам хозяйки. Правильно? Правильно. Вот так. Ой. Жарко. Все. Идеальная штука. Делала заготовку на вечер. Будет сегодня пюрешка. Кукусики, ты домой пришла, бусинка? Привет. Куку. Ну, пока куда? Ясно. Тера, ты слышала это? Кирюшка хотела сказать. Ты, Руська, домой пришла? Кирюшка пришла домой. Что у тебя с глазами? Котя, что с глазами? Котя, пожалуйста, вытри тырочки глазки. Возьми туалетную бумагу. Посмотри, что у нее. Вообще кошмар. Она все от меня, знаешь, что хочет? Угу. Вкусняшку. Ну, правда. Иди сюда. Иди сюда. Иди, подойди к тебе. Где ты меня ухажешь? Иди. Она сказала, подожди, я занята. Иди сюда. Тера. Тера, ко мне. Тера, давай сюда. Тера, ко мне. Сидеть. Сидеть. Тера, сидеть. Нет. Все? Гуляй. Шупер молодец. Тера, книжку дома читает. Я уже с собаками пошла. Все равно делать не хочу. Я уже там запребила ногу. Я уже все варить и все жарить. Короче, куховарить. А пока смена. 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 Раз, два, три, четыре. Ой, и я пять. Нагулялись. Нагулялись. Идем домой. Света, все равно. Я эту сейчас отправлю Киру куда-нибудь за Кока-Колой. Я, наверное, никуда не отправлю. Я уже нету дома. Да? Ну да. Ну да. Значит, готовим ужин. Вот это протонуло. Нам дали свет. Не знаю, нафига он мне нужен, но его нам дали, и нам не будет темно. О, боже. Поменяй замок. Поменяй ключ. Я не знаю, почему ты не можешь открыть. Поменяй мой ключ. Шепотом, да. А что такая злая? Я не знаю. Ладно. Устала от чего? Как тяжело с этими подростками. Это кошмар какой-то. То настроение есть у них, то настроение нет у них. Мама, а у тебя, типа, нет такого? А у меня есть, если что-нибудь дальше. Что я тебе сделаю потише? У тебя в последнее время его постоянно нет. Ну, оно у тебя очень редко после такие времени. Ну вот так вот. А? Вот так. Ну да. Это у тебя знаешь штуки? Какая у тебя, мне кажется, депрессия? Какая? Перед тем, что... Перед первым сентября. У меня никогда такого не было. А ты готова уже к школе? Да, почему? Да, почему нет. Да? Я наоборот жду, когда вашу школу придет. Серьезно? Да. А что? Чтобы было чем заняться. Чтобы, как бы, у меня голова была загружена. Ты уже устала отдыхать? Да. Я устала. Ничего не делаю. Это было бы, знаешь, тоже тяжело. Ничего с вами дними не делать. А если ты ничего не делаешь, то ты начинаешь задумываться о разных вещах. О каких? О разных. Ты что, задумываешься о чем-то плохом? Мам, я не в Суицине говорю. О господи. Ты хоть предупреди мне. Я вообще о том, что начинаешь придумывать о разных вещах. Например, откуда взялись тараканы? Тараканы. Обычные. Короче, ты поняла, что я ее люблю? Ничего не поняла. Я знала только одно, что у меня на что-то аллергия. Я уже не могу. А представляешь, у меня на собак аллергия? Не могу. Чего? Как ты себе рассказываешь? Все же еще собака не отдала. И тут бак, и аллергия на собак. Не, ну даже если у меня будет аллергия на собак, я их все равно никуда не делаю. Уже все. Ну, представляешь, у меня за тебя аллергия. Я же тебя не пытаюсь не делать. Все. А что это? Вика, дома пошла? Я не свиг. А, ты не свиг была? Я же сказала, я сама была. Ничего себе. Точно какая-то фигня произошла с тобой. Ладно, это дело такое. Я приготовила пюрешку, сейчас будет все остальное. Майонез. Добавляй сюда сухарики. Давай тогда с маслом или с майонезом делать? Хочешь? Как хочешь. Давай тогда майонезик. А ты мне стаканчик уехал? Ну, зачем ты эту колу постоянно покупаешь? Я постоянно хочу. Я понимаю, что мне нельзя пить. Все равно пью. Так не покупай такую большую, купи только для меня. Ага, потому что мне это остановит. Я всю выкину, если ты какая-то маленькая. А покупай что-то другое. Колу все равно превыше всего. Ну, я ее покупаю только, чтобы кофе не пить. А утром мне очень жарко сейчас пить кофе, поэтому я пью колу. Вот и все. Шоколас. А тебе класс. Так, салат готов. Картошка готова. Улыбнись хотя бы чуть-чуть. Прекрасно. Все, пока говорим? Да. Все, ребята, говорим пока. Будем грустить дальше вдвоем теперь уже. То грустит она одна, теперь будем грустить вдвоем. Втроем. Тера у нас тоже вечно грустная. Самое главное в юбке, с собакой в руках и пытается постелить мне кровать. Тебе удобно? Тебе удобно? Доби, а тебе удобно? Он уже надеялся, что ты его поставишь. Добюш. Масик маленький. Я так с ним всегда кровать степи, ты. Я. Короче, спасибо, Кирюша. Да, Бюшечка, сейчас мы с тобой ляжем. Нам только кровать постелят, и мы сразу же с тобой ляжем. Потому что у Киры есть обязанность. Every day. Every day. Thank you very much. А ты должна мне сказать welcome. Ага. Welcome. Спасибо.